всем привет привет с вами сам себе гид и сегодня видео которое вот пришло мне пришла мне в голову такая вот мысль снять села польши так как многие и знакомые там которые хотят переехать в польшу говорят что вот там где то чтобы не попасть в какое-то забитое село ну просто понятие село в украине и в польше это два разных понятия потому покажем что такое село в польше начнем с такого села который называется венчица мы тут недалеко живем это вот уж он это управление села не во всех селах есть управление но это одно из таких больших потому потому покажу покажу сразу его а потом мы поедем дальше уже более в такие там в леса которые вот в лесах села на данный момент зима не видно качество дороги здесь везде асфальт довольно таки хороший по улицам кое-де-де стоят плиты ну такие как бетонная дорога мы недалеко здесь живем этого села в соседнем селе ну тут буквально ехать к нему каких-то там не знаю три минуты сейчас вот покажу школу здесь есть школа в школу возят сел в которых нету школ все увозят автобусом автобус ходит практически во все направления здесь специальный мы за него ничего не платим привозят просто детей сейчас мы смотрим улицы катаются с детьми тихо спокойно вот здесь мы видим школу также есть большой футбольный стадион тренировки с детьми именно по футболу футбол здесь довольно таки в польше развивают хотя честно говоря я не может быть там не сильно такой болельщик не сильно там знаток футбола и этого всего движения ну как-то я не особо слышал чтобы там польские команды сильно то поигрывали или еще что но по крайней мере здесь очень много этих всех секций по футболу это вот школа где учатся максим наш когда-то здесь было написано что это гимназия сейчас уже нету надписи гимназия школа подставого это стандартная наша школа школа столовая дальше видно второе здание ну и вот в принципе мы видим сельские дома да много кто скажет что за ну там если посмотрят на карту а ты находишься километров от города возможно здесь еще село не такое сильно мертвое ну хотя вот в украине там по крайне мере где я откуда я родом там некоторые некоторые села и 5 километров от города выглядят довольно таки хуже значит здесь есть что здесь есть здесь есть свое управление здесь есть банк здесь есть поликлиника здесь есть тем магазинов четыре из них это супермаркеты здесь есть он прямо кстати иду на ту сторону там здание видно в нем находится такая фастфуд кебаб и так и так далее также есть улицы с многоэтажками ну там небольшие до дни веселья такие высокие там 45 этажей хотелось здесь в городе нет нам особо третий этажек в городах ну в принципе так вкратце а этом а этом селе сейчас будем ехать дальше буду снимать уже с автомобиля может где-то выйдем там более более детально если есть что-то покажу но чтобы понимали вот что такое польское село по крайней мере здесь на поморском боебудстве вот сейчас мы выезжаем выезжаем на центральную улицу на дорогах да вот такой идеи видно еще есть латки но не такие латки которые у нас что были я мы сделали бувры которые выступают и там просто убить автомобиль какие дома здесь многие дома запрещают просто так просто так ремонтировать потому что они здесь там по 100 по 200 лет и реставрация хотя много много есть и но на чем живут в селе значит здесь здесь много чего много чего есть здесь есть переработка рыбы здесь есть делают свечи потом пекарня есть мясокомбинат плитка это вот тротуарная делается мебель на заказ просто фермеры здесь держу там свои угодья фермерские скажем так находится в такой долине здесь вот засыпано снегом дорога с плитки тротуарная сделана она в принципе скользкая зимой но ее особо здесь и не чистят хотя по многим селам я ездил то дороги дороги чистятся даже все помимо того что я сказал что здесь есть еще банки и все остальное я вот еще упустил здесь есть две аптеки довольно таких больших которые могут посоветовать здесь фармацерты не просто не просто продают ну я думаю это в Польше незде не просто продают как у нас лекарства как в магазине продавцы чтобы приди и скажи может идти не к врачу а обратиться к фармацерту сказать там симптомы например у меня была ангина я пошел просто в аптеку мне выписали все таблетки но все равно потом пошел к врачу вот так и была температура и врач посмотрел и говорит вам все правильно выписали и все так вот сказали покипеть ну то есть можно было можно было в больницу и не сунуться также есть дома которые вот свежестроенные и строятся такие вот частные молодую семью ну и строятся сейчас я в конце покажу дома такие более длинные один к одному пристроены это строят фирмы и продают как квартиры кстати более модно сейчас вот такие вот дома в американском стиле вот как вот этот что не в высоту там не в два в три этажа а просто они такие разлогия в один этаж ну очень большие там с гаражом с совсем подряд даже вот с двумя гаражами есть прямо мы видим вот этот вот дом который строят фирмы это два гаража соединяет два дома ну потом их продают цены разные но в селах можно найти в этом по крайней мере здесь по крайней мере в селах можно найти по 250-300 тысяч злот сейчас заехали в улицу с такими более многоэтажками более многоэтажками можно так сказать здесь квартиры полковные квартиры как положено но они здесь два этажа в три некоторые но это все еще продолжается село это не поселок какое-то смт просто село ну так как видим здесь мы маленьких домов не найдем и сейчас мы переедем с этого села в село которое находится дальше от города там в глуби леса и как бы вы в этом убедитесь что даже там даже там несмотря на то что у них там нету там своей школы или там нету своего управления но даже там довольно таки село живет и нету такого даже уже на русском не подберу слова занетбанья такого как это сейчас в Украине просто слышал слышал фразу когда началась эта большая стройка именно большая по дорогам и где-то то ли читал в интернете или кто-то говорил что ну дороги дорогами зачем строить дороги в села вот пускай там колхозники сами ну дословно было написано пускай колхозники сами себе строят ну ребята города живут на этих как вы уже сказали там некоторые колхозниках да потому что в магазины все берется с села ну не растет на асфальте и многоэтажках потому если хотите чтобы страна развивалась нужно подымать села нужно подымать дороги точнее ремонтировать дороги именно на села чтобы можно было оттуда выехать и не ложить там асфальт такой как ложат там три сантиметра пять сантиметров только очередь отбыть оттуда ездят большие автомобили которые грузятся на полях которые там по 40 тонн веса если не больше потому строить трассы это главные артерии страны и строить также дороги на села это первое что нужно сделать сейчас мы выезжаем село линчица едем дальше показывать вам следующее вот раз я уже зацепил раз я уже зацепил тему с дорогами на села вот сейчас мы едем в следующее село здесь такой серпантин идет по полю через лес видите деревья прямо над дорогой стоят слева заповедник ну и вот мы видим стандартную дорогу которая идет на села да где то там есть какие то латки где то что то и судя по ее рыжаватому этому цвету сейчас такие не строят это строили еще в те времена но по крайней мере она держится и она есть в ней можно ехать можно спокойно ехать с нормальной скоростью и добираться с села в село ну здесь единственное что сильные повороты сильные такие вот серпантины что сильно там особо быстро не поедешь и в этих местах очень много диких животных которые выходят выбегают под машины там всякие сарны всякие косули даже оленей видели можно можно ударить повредить себе автомобиль повредить самого животного потому что желательно сильно быстро здесь не ездить ну вот самое самое качество и состояние дорог налицо следующее село у нас в которое мы заехали организация разложи но это оно уже находится 11 километров где-то от города ближайшего ну здесь я не расскажу конечно сколько здесь чего какие здесь магазины там еще чего-нибудь потому как я здесь не живу просто просто мы у него приехали сейчас вам показать иногда через него ездим в сторону Гданска когда там сейчас делается трасса и там перекрыто можно объехать села вот дорога была через лес тоже здесь вот сейчас центральная улица асфальтирована довольно таки хорошо но те которые вправо влево тоже не лишены асфальта сейчас мы поездим покажу что здесь как единственное что там чищенное только центральное здесь у нас скользко тоже такие большие дома люди живут в принципе я считаю кто-то себя тут чувствует в селе тем более по сравнению с нашими украинскими селами хотя еще совсем недавно ну как недавно не было наверное лет 10-12 когда мы приезжали в то село с которого у меня мама то оно еще жило сейчас там осталась одна улица когда я последний раз был или две там более лет а я еще помню когда оно еще жило были там улицы были нормальные дома были нормальные но почему-то решил кто-то что села нам не нужны а потом удивляемся почему в магазинах нету нету ничего дешевого все дорогое да потому что все возится из-за границы мы ничего не выращиваем никто ничего не хочет толком выращивать потому как ни дорог ни довезти ни приехать ни уехать да ладно вернемся вернемся к Польше сейчас вот ездим здесь также частный сектор и проехали мы только что как я вам рассказывал все многоэтажки там также квартиры стандартные села улицы стандартный польский пес очень много зелени много всяких заборчиков таких хвойных можжевеловых так как здесь ну во первых это недорого стоит грубо говоря с средней очень минимальной зарплатой в Польше там 2-300 злотых если мы если будем брать там по самым вот этим насаждениям вот эти вот можжевеловые всякие такие вот вещи я находил там 20 сантиметров высотой там стоят 7 злотых 8 злотых куплять не так как у нас да там 2-300 гривен получи и за 7 гривен не найдешь никакого насаждения потому что бешеные деньги стоят это так же и все возьмем даже по бензину да там мы отбросим то что злотые гривны не будем сейчас переводить а просто возьмем саму сумму там 2-300 у нас 2-300 у них вот у них литр бензина сегодня мы заправлялись 95 стоит 4,80 вот у нас с минималкой там 2-300 сколько кто там кричит что у нас там 4 с чем-то нет у нас 4 с чем-то в Украине с минималкой в 2-300 сколько у нас стоит бензин я даже сейчас не знаю гривен 30 наверное 4,80 и 30 есть разница нет вот и я здесь вот видим многоэтажки вот такие трехэтажные хотя даже и в больших городах особо всяких домов нету есть есть но в основном там какие-то бизнес-центры а жилые такие 5-этажные 6-этажные мы снимали там Эгдыню я показывал также смотри какое бы ни было село большое маленькое практически везде есть какие-то костелы какие-то ну костелы церкви то у нас уже больше здесь православных не видел есть там в Гданске где-то в Слупске а именно в селах православных нет католические здесь тоже костел слева ну и опять-таки дороги дороги как мы видим довольно таки хорошие и переезжаем дальше также дорога по полю лес поля не очень хорошо чищенная зима снег практически каждый день это наверное первая за три года такая зима в основном здесь такое плюс пять и особо нету такой большой ну сейчас не о том как видим тоже асфальт никаких ямок никаких вот ровненько машину особо не колыхает не бросает просто катимся в свое вот заехали в следующий населенный пункт это у нас Навч 17 километров от города тоже как видим мало что мало что здесь изменилось также большие дома также хорошая дорога кстати ремонтирую здесь автомобиль здесь хорошая очень станция техобслуживание если кто где-то поблизи Навча советую если кто-то ищет работу тоже советую там ищет механика только хорошего механика жилье предоставляют у них очередя вечно там на месяц на два вперед когда когда нужно что-то такое ремонтировать глобальное и приезжаешь к ним то ну нужно ждать нужно звонить звонить и ждать село вообще маленькое вот мы уже с него и выехали мы поняли сколько домов но оно живет оно живет вот следующий следующий переезд к следующему населенному пункту видим отбойнички стоят разметочка здесь уже более там почищено посыпано чем-то ну снег переметает потому как поле справа слева и так метет наметает немножко не успевает полностью чистить но опять-таки мы видим хорошая дорога мы видим мы видим все ну вот вот такое часто есть вот справа обратите внимание домик просто стоит в лесу он просто ну как бы ни в каком селе ну ну часто здесь такое едешь там посреди леса стоит домик там люди живут а что дорога есть автомобили здесь доступные в принципе каждому зарплаты можно купить живут на свежем воздухе не могу не показать такая вот зимняя сказка сейчас ездим по Кашубам зима в этом году радует дорога конечно здесь хорошая но очень покрученная ощущение что ездишь в горах ну и постоянно через лес очень много леса очень много свежего воздуха потому я считаю можно спокойно ехать в села спокойно ехать если есть хорошая работа живьё это наверное даже будет лучше чем где-то сидеть в городе может в городе большая возможность для каждого своё если хотите спокойствие такого тишины то конечно же села спокойно можно ехать это не наша украинская села сейчас мы заехали в линию называется села у нас уже есть сел находится где-то так километров ну где-то до 20 может больше от города там дома не так близко стоят друг к другу хотя бы не улица есть улицы более таки значит в селе есть мойка обычная такая вот мойка самообслужка заеду покажу ну стандартная у нас я сам с Кировограда похожая такая же самая мойка бросаешь монетки там пена всякая вот такая вот ерунда ну мы сейчас мыться не будем просто развернулись нам через ней дабы показать а у нас все где-то мойка есть ну помимо там шлангу подключили колонн помыли много домов таких вот серых ну я не знаю здесь просто их не красят ну там где сверху такой серой шубой покрывают и на этом все возможно потому что высокая влажность все равно это все ну многие эти штукатурки отпадают возможно но по крайней мере есть что есть здесь тоже вот видим какие дома я смотрю на много семей вот двухэтажные большие больше на квартиры похожи и и возможно кто-то скажет что это поселок типа смт городского типа нет не поселок это село уже по дороге насчитал два супермаркета там третий вот элитан дино там еще был просто маркет но здесь он тоже довольно таки большой заправка также у них есть и и и проехавши по заснеженному полю но также по хорошей дороге мы въехали в новый точнее в следующий населенный пункт честно говоря таблички не было с названием потому как если где-то увижу скажу как называется в садик школа все свое есть въезжаем в село с названием Попово а вот как то так более наше если кто смотрит с моего родного города у нас есть такой район с таким названием но здесь село тоже стоит в поле справа лево лес и улицы тянутся вот так вот одной покрученной линией вот довольно таки большие зажиточные дома появляются еще деревянные вот в конструкции дома некоторые как то в последнее время тоже так смотрю все чаще и чаще такие вот натуральные деревянные входят в моду все село закончилось едем дальше продолжаем наше движение опять через такой очень красивый лес нас предупреждают знаете что здесь дикие животные четыре с половиной километра они бегают хотя здесь настолько они наглые что там те самые дикие свиньи могут зайти спокойно в дома и где-то там рыться на мусорках ну знаете где баки мусорные стоят там выставляют собаки у каждого в свой день когда ездят забирают мусор ну вот некоторые выставляют с вечера рано утром в 4-3 ночи там забирается мусор ну вот свиньи могут прийти порыться что-то найти так же продолжается такая зимняя сказка справа слева лес красивый вкратце вкратце мы вас ознакомили с селами Польши можно ездить очень долго и в принципе практически будет одно и то же одинаковые ну не совсем одинаковые ну такие вот жилые села нормальные дома и так далее на этом на сегодня все подписываемся на канал не забываем ставить лайки писать комментарии не забываем о нашей группе в фейсбуке все ссылки можно там найти у нас на канале всем пока 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 вкратце не забываем о нашей группе вкратце 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 не забываем о нашей группе вкратце 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 вкратце